Привет, ребят! Очень много было вопросов про вот эту фрезерную планку радиусную. Где купить, сколько стоит, дайте чертежи и так далее. Так вот, ребята, мы для вас разработали и изготовили специально планки. Первый вариант, вот такой небольшой, для изготовления колец под твиттеры, либо небольших радиусов. Тут от 30 миллиметров диаметр фрезеруемого отверстия. И второй вид планки, это вот такая, тоже разрабатывали специально, своими, как говорится, руками, мозгами и так далее. Это видео для того, чтобы понять, как ее установить. Раз, два, три. На два можно не крутить, можно на все пять, можно на три. В принципе, даже можно на два, если она будет немножко гулять. У меня, видите, на четыре прикручено, вот здесь нет. Здесь отверстие 8 миллиметров, чуть-чуть с запасом, то есть она немножко гуляет вот так на фрезе. Там плюс-минус, где-то 0,2, может быть, 0,3. Одеваете на фрезу на восьмерку. Обязательно условие, что фреза должна быть в фрезере восьмерка. И крутите вот эту штуку, пока не поймаете удобное для вас место. Вот конкретно здесь у меня вот так. То есть, чтобы у вас ни один болт не попадал на готовое отверстие. Все отверстия 3 миллиметра подцентрующая ваша сверлышка. То есть, центральная ось у вас 3 миллиметра. И все. Дальше, что нужно сделать. Нужно выкрутить болты из своей площадки, из родной. Приклеить сюда пару кусочков скотча двухстороннего. И сначала отцентровать по фрезе, чтобы у вас влево-вправо так не гуляло. Потом выбрать себе отверстие, как вот так должно быть, да, примерно. Допустим, вот так. И приклеить на свою старую площадку. Потом вместе с ней снять. И перевернув, просверлить под нужные вам отверстия, по старой площадке. Для чего сделали здесь отверстие 8 миллиметров? Для центровки, в первую очередь. После того, как вы отцентровали, просверлили все отверстия, у вас уже планка готова к установке. Можете любым большим сверлом, либо фрезой здесь рассверлить до нужного вам диаметра. На этой планке очень много отверстий. Очень маленький диаметр можно делать. Ну, а с этой тут вообще все просто. Просто приложили. Сейчас поставлю его. То есть, принципиальных отличий никаких абсолютно нет. У меня фрезерная планка расположена вот так. У вас будет расположена вот так. И можно фрезеровать. Фрезерные планки идут без готовых отверстий. То есть, у вас только центровочная. Вот эта 8-я. И просто огромное количество центральных осей. 3 миллиметра. Вот сверло 3 миллиметра. Вставляется. И даже есть небольшой люфтик. Ну, точность данной планки 0,1 миллиметра, ребята. Шаг отверстий. От центральной оси шаг каждого отверстия полмиллиметра. То есть, если вот здесь, например, 21 миллиметр, здесь будет 21,5. Минимальный радиус на этой планке. Внутренний вы можете выбрать 25 примерно. А наружний 27 миллиметров. Также не забывайте, что можно свои просверлить. Место еще для творчества есть. То есть, максимальный радиус на данной планке у нас, выбираемый внутри, например, для сабвуфера, составляет 24,5 сантиметра примерно. То есть, под 48 саб, под 18 легко, ребята. Вот эта планка, в принципе, универсальная. Можете купить комплект. Такую планку плюс вот такую. Ну и самое главное, все будут спрашивать, сколько стоит, сколько стоит. Вот такая маленькая стоит 1200 рублей. Вот такая большая планка стоит 1500 рублей, ребята. По России, странам СНГ, транспортными компаниями, почтой и так далее. Обращайтесь. Все ссылочки будут в описании. Можете мне в личку писать. Можете писать в комментариях. Всем отвечу. Материал акрил. Они очень крепкие, ребята. И если вы их приобретете, это вам инструмент для фрезеровки на всю жизнь. Я считаю, что такая вещь должна быть в хозяйстве у любого мастера. Это очень круто. Вам не нужно мучиться, что-то там выпиливать, искать какие-то размеры. Вот это вот все сверлить. Оно все с погрешностями. Они сделаны на ЧПУ. Я думаю, видно, да, что очень качественно все сделано. И при этом прозрачность лучше, чем на моей. Они полностью прозрачные. А материал идет такой же. И толщина, и свойства материала абсолютно одинаковые. Толщина этой пластины 6 миллиметров, ребята. На этом у меня все. Пишите в сообщество Soundcraft. Отправлю по России транспортными компаниями или почтой. Всем пока. Увидимся в следующем видео.